Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в художественном салоне и будем подбирать необходимый материал для работы в технике пастель. И, конечно же, в первую очередь это бумага. Бумага, как вы видите, в магазине представлена очень-очень в большом разнообразии. Но нам нужна специальная пастельная бумага. Вот здесь вы видите на этих холочках вот такая цветная бумага. Нам этого, конечно, недостаточно, потому что рельеф здесь такой вот какой-то гладкий. Вот. Я хочу предложить вам посмотреть вот этот раздел. Здесь, как вы видите, самые разные цвета пастельной бумаги. И, в общем-то, я хотела бы вам предложить наиболее подходящий, наиболее приемлемый цвет. Это, скажем, вот такая бумага. Вот цвета немножко такая, какая-то салатово-голубовато-серая, что ли, такой нейтральный тон. Но наиболее подходящий вариант мы сейчас с вами разберем. Может подойти, конечно, и такой цвет. Значит, она такая немножечко фиолетовата, телесного тона. И обязательным фактором она немножечко должна быть как бы рельефная поверхность, такая немножко шероховато-рельефная. Давайте пройдем, посмотрим еще, какие виды бумаги здесь представлены в данном магазине. Продолжаем. Вот еще здесь представлены вот такие листы бумаги. Они по размеру немножечко больше, чем предыдущие по размеру. И по цвету, в общем-то, наиболее приемлемые цвета. Вот немножечко желтоватый. Но я предпочитаю такой оранжевато-розоватый. Может быть, даже вот такой цвет. Вот, можно посмотреть поближе. Вот такой есть большой бумаги. Его может хватить на 4 портрета, либо на 8, в зависимости, конечно, от самого портрета. И посмотрите внимательно на рельеф. Рельеф этой бумаги. Вот он должен быть приблизительно вот такой. Такая шероховатость должна чувствоваться. Ну и самый приемлемый вариант для рисования пастельной бумаги это вот такого цвета, немножко бежевого. Такой размер бумаги, значит. То есть, это дает возможность рисовать очень ярко, насыщенно. И цвета, в общем-то, сохраняются такие, какие вы хотите. Получится очень красивый нижний портрет. Можно еще, конечно, приобрести папочки на пастели. Вот они вот такого, ну, различного размера могут быть. Вот. Но тут надо уже руководствоваться тем, что вы хотите рисовать. Это будет пастель портрета, либо это будет пейзаж. Если вот такие тона будут голубоватые, зеленоватые, то это, конечно, уже, вот эта папочка, она вся зеленая. Это конкретно для пейзажа. Для портрета, скорее всего, такие цвета не подойдут. Для портрета нужны более мягкие цвета, приближенные, так сказать, к человеческой коже. Вот, можно будет еще посмотреть вот такую папочку. Вот такая папочка есть. Вот цвета, вот как раз-таки, вот более-менее для портрета подойдут. Такой вот серый цвет, голубоватый такой легкий, то есть менее насыщенный. Вот это уже поярче, конечно, это для пейзажа. В принципе, для портрета тоже пойдут, но зависит от того тоже, какое настроение вы хотите придать человеку на данном портрете. Так, ну, посмотрим еще, какие папочки здесь есть. Вот такая папка. Здесь цвета очень насыщенные, очень яркие. Такой цвет, конечно, уже больше для каких-то декоративных вещей. Может быть, у вас будет желание нарисовать шарши или что-то подобное. То есть, конечно, такие яркие тона могут вам подойти. Так, ну, что еще здесь? Ну, еще палочки. Тоже это вот пишут, что это альбом для пастелей. Вот, но здесь в основном белые цвета. Ну, конечно, можно же и на белый рисовать, но все-таки лучше. Здесь, кстати говоря, еще плюс есть, смотрите, просто еще бумага, сохранить у нас как бы прокладочка для того, чтобы портрет не пачкался. Ну, белые тона, в принципе, я бы, наверное, на первом этапе не рекомендовала, потому что все-таки тон, цвет бумаги позволяет нам быстрее решить задачи при создании настроения портрета. Вот вы видите многообразие видов пастели. Пастель может быть сухая, может быть масляная, твердая и мягкая. Мы с вами будем работать с сухой пастелью, предпочтительнее мягкой. Итак, мы с вами будем работать с сухой, мягкой пастелью. Ну, по форме пастель тоже может быть самая разнообразная. Вот вы видите, вот это, это как бы в виде брусков. Она имеет вот такую форму, да, брусчатую, так сказать. Преимущество данной пастели в том, что ей можно вот так вот прикладывать и работать всей плоскостью самой пастели. Есть еще и в виде пастель, в виде вот такая как бы круглая со всех сторон. Ну, например, я бы рекомендовала более удобно, я считаю, что работать именно такой формой, брусчатой. Но это чисто моя индивидуальная рекомендация. У каждого, конечно, свои, у каждой пастели есть свои преимущества. И вы сами уже расставляете, так сказать, свои приоритеты. Лично я рекомендую конкретно такое. А фирмы пастели могут быть тоже самые-самые различные. Я думаю, что важна даже не столько сама фирма, сколько именно вот эта мягкость пастели, удобство и многообразие цветов. Остановимся на еще определенных подвидах сухой пастели. Скажем, вот такой вариант. Это софт пастель, что означает мягкая пастель. И еще один вариант. Здесь, вы видите, написано хард пастель, что означает твердая пастель. У каждой из цветов пастели есть свои определенные преимущества. Вот, скажем, софт пастель. Вот она эта коробочка. В чем ее преимущество? Она довольно-таки мягкая, насыщенная. Ей очень, она очень мягко ложится на бумагу. И работает, конечно, ей удовольствие. Особенно, когда нужно показать такие большие, какие-то детали, скажем. Ну, не детали, а вот фон, какие-то большие плоскости. И работает, конечно, очень хорошо. Но минус этой пастели в том, что она не совсем экономичная. То есть, в принципе, она довольно-таки быстро заканчивается. И, в общем-то, поэтому ее нельзя называть экономичной. С этой точки зрения. Теперь посмотрим, разберем преимущества сухой, твердой пастели. И ей тоже работать, в принципе, тоже очень приятно. Вот, она более экономичная, но немножечко дольше требует времени на то, чтобы, как бы, закрыть ту или иную поверхность. Ею хорошо работают какие-то мелкие детали, которые, в общем-то, благодаря ее вот этой твердости, дают возможность сделать более такие тонкие, прорисовать тонкие детали. Скажем, те же реснички и так далее, и так далее. Для начала я бы порекомендовала все-таки воспользоваться именно мягкой пастелью. Когда вы сумеете уже понять, прочувствовать саму эту технику пастель, тогда сможете уже и варьировать вот этими вариантами, и выбирать наиболее приемлемые для себя. И еще хотела бы остановиться на вот этом наборе. В принципе, этот набор наиболее будет подходить вам, потому что здесь и достаточно цветов, достаточно тона, вот. И, в общем-то, наиболее выгодный вариант. По цене это где-то в порядка 500 рублей.